всем доброе утро мы сейчас идем с денисом на остановку вот я говорю блин телефон забыла смотрю по карманам с утру не нифига телефон лежит он говорит ой как было бы хорошо в итоге такой смотрит по карманам говорит давай ключи свой забыл у нас вообще мороз капец и в итоге видали как карма блин свой забыл побежал за телефоном у нас автобус уже через пару минут буквально а на улице вон все какое аж и не какой блин сейчас опоздает за него это он несет на работу шмотку теплую и у нас вон как все там выглядит все перекопано он идет это карма это карма хорошо короче все я отработала и мне ждать нужно два часа пока выйдут люди с квартиры это капец и короче домой вернусь только в районе наверное часов двух так что все иду сейчас гулять по фикс прайсу похожу посмотрю товар чеки потом пешком наверно на советскую пойду все я уже на квартире готовлю тут ее к сдаче кухня уже помыла у нас сейчас 10 минут второго сейчас думаю про пылесосу короче были ребята негроидные расы вот убираю после них у них там как бы улицы блин какой америкосов короче чистенькие и прочее т.д. и т.п. поэтому они привыкли ходить в обуви прям по квартире поэтому соответственно с нашими улицами если походишь по квартире тут пипец грязь вот диван этот час думаю про пылесос шукая и в итоге вот в этой вот области торчало две иголки а торчало до такую ну так вот что если бы я вот эту вот штуку поправила бы как обычно застелила бы эти подушки задвинула бы диван если не дай бог какой-нибудь ребенок или просто даже взрослый сел или напоролся еще не дай бог лег в эту сторону головой это хана была бы наверно хозяйки прокладки носки всякая херня короче мусор никогда они не выносят ну вообще как бы ну с одной стороны понятно это как бы уже наши заботы до мусор не выносится постоянно грязно короче жесть и вот собственно эти иголки это вот 6 сантиметров вот мой палец 8 сантиметров до вот мой палец указательный 8 сантиметров ну собственно вот и вот это вот и они торчали так хитро что ну реально кому-то что-то было бы проколото офигеть просто офигеть ну короче все на кухне мне остался пол сейчас я допылесошу коридор и буду уже потихоньку собираться домой потому что скоро уже за полиной собственно видите я не знаю как так можно вообще жить что такое делать но очень грязные ребята попадают не знаю не первый раз может быть действительно и чисто плотное есть но именно те кто живет здесь очень часто эти приезжие то конечно тут пожелала бы лучшего ну как есть так есть вытряхнула эту фигню осмотрела полностью весь диван потому что ну его баню капец звоню хозяйки говорю а прикинь говорю но она говорит может ничего не вы тут сделали я говорю боже я в эту вот фигню вот реально не верю а вот в законы я верю блин нормально не грыз ошибись повезло что сегодня я пошла она хотела сама ехать а ее с работы дернули в итоге говорит ты все равно будешь ехать с работы зайдите по сюда на квартиру выселяла этого чувака и в итоге потому что изначально было задумано что я сюда пойду ну а потом это все переигралась после мне не было ключа вот и короче и здесь оказалось все сейчас это все поправлю то одной рукой неудобно и капец продолжим дальше уборку это все все я уже дома короче сейчас смотрю ребята тут в яме у нас копаются в этой и этот оптоволокно тянут вот хотел сказать химволокно оптоволокно тянут короче эти провода подхожу к ним говорю ну что клад нашли или нет он такой на меня говорит не пока не нашли игру а чё вы это меняетесь говорю или шо посменно как-то работаете горит нет просто тех вот которых я снимала которых чаем угощала до их уволили потому что тогда когда когда-то блин суббота или воскресенье было суббота была вот я пришла он говорит двор будем копать я говорю я щас хозяину позвоню будете объяснять ему тогда чудо как я звоню он тупо сидит молчит злыплык на меня чуть там фиг его знают в итоге подошел прораб и в итоге увидел что они бухущие что один шо второй но в итоге дорабатывают эти люди и короче все их будут увольнять это капец поэтому не бухайте на работах сейчас покажу что купила и мне сейчас уже за полиной идти короче денис сегодня захотел сырников чтобы я сделала купила я значит 5 пачек творога так вот пятое будут сырнички к ним купила сметану собаки колбасня потому что закончилась и чтобы ничего мне сегодня не готовить короче денису на обед взяла кусочек бабки и там возьмет либо полинвису либо колбасу что-нибудь из этого вот семечки с солью и по моему из магазина все так фикс прайсе значит купила пергамент силиконизированный здесь 8 метров и 38 сантиметров получается то длина как бы ну вроде неплохая 3 рубля стоило взяла меламиновую губку хочу попробовать на дверях вот этих вот особенно вот в этих вот местах ну вот потерять ну не знаю первый раз беру посмотрим здесь их две штуки взяла вот такие вот вафли мягкие с суфле по рублю а у нас магазине 2 рубля здесь получается по моему четыре или две сколько их две по моему по-моему было по две и прошлый раз не помню уже даже вот дальше дениса мама как-то полине покупала вот этот вот арахис он очень похож на мандемс но какао здесь арахис какао 350 грамм я взяла короче две пачки нам на троих просто поделим и все потому что полине такую пачку это ей просто я не знаю наверно на неделю она не съест по 2 рубля стоило мандемс я покупала по 6 рублей но там 240 грамм тут 350 и тоже это вкусная штука взяла вот такие вот кокосовые конфеты это прикольно по моему 2 рубаса стоили вот из фикс прайса чек кому интересно 10 93 за все отдала а из магазина я даже не знаю где 10 чем-то в магазине примерно 10 чем-то рублей там потратила не помню сейчас я разберу эти все продукты у нас уже половина третьего вот вчера вечером посуду помыла чтобы сегодня ничего не тут не мыть а ты что лазишь что ты хочешь что-то все хочет вот и скоро за полиной я сейчас открывала еще этим ребятам которые у нас тут копают первый этаж для того чтобы воды набрали потому что они там цементируют это все и короче ребяткам воды налила так что я тебе сейчас стою короче замешиваю типа теста для сырников короче творог все 5 пачек сюда значит высыпала вот так вот потолкла и на каждую пачку творога добавляется 1 чай и добавляется 1 столовая ложка манки вот никакой муки не добавляю в муке чисто нужно только обваливать их все не более значит здесь манка творог сахар и это будет настаиваться минут 15 это минимум чтобы манка короче разбухла и будет вкуснее я еще две ложечки сметаны сюда добавила кошатинка тоже тут творог ел сейчас облизывает крышку от сметаны и сейчас у нас 20 минут пятого мужское и женское началось поэтому сейчас пойду смотреть вот попробовали вот и попробовали с полиной вот эти вот конфеты очень вкусно но пипец притер на сладкий я уже короче в процессе тут жарю сырники ну начала жарить вот вот такие штучки у меня дрючки сейчас подпеку немножко с одной стороны переверну и закрою крышечкой и дожарю уже скоро денис придет вот такие вот у меня красотулечки получаются потом еще эти которые светленькие немножко запеку вот такая вот у меня вкусняшка получилось я еще дожариваю часть немножко полила клубничным вареньем и здесь внутри еще сметана кто кушает всем приятного аппетита тоша иди к ним как клево смотрится и эта малютка красавица стала ручная ой какая у меня птица мой питомник какие вы яркие иди к ним давай каждый со своей блин самкой офигеть там их 5 и у меня 6 6 в руках а